Добрый день. Давайте попробуем поразмышлять о любви, но с точки зрения науки. Сколько всего написано о всепоглощающей и всеобъемлющей любви. Да и ученые не одно столетие пытаются разгадать тайну этого самого загадочного человеческого чувства. Предлагаю вам несколько интересных фактов и научных теорий о любви, которые нисколько не умаляют ее поэтичности и романтики. Бабочки в животе бывают на самом деле. Когда мы влюбляемся, нам кажется, что вокруг порхают бабочки. Мы становимся окрыленными и готовы танцевать от счастья. На самом деле, виной всему гормон адреналин, который разливается по телу в ответ на так называемую реакцию «бей или беги». На то, чтобы влюбиться, достаточно четырех минут. Если мы хотим произвести на кого-то хорошее впечатление, то у нас в запасе всего четыре минуты, чтобы сделать это. Считается, что гораздо большее впечатление на потенциального партнера производит язык тела, звук голоса и темп речи, нежели смысл сказанного. Когда двое влюбленных смотрят друг в друга в глаза, биение их сердец синхронизируется. Исследования показывают, что у влюбленных людей сердечные сокращения становятся синхронизированными в течение трех минут после пристального взгляда друг в друга в глаза. Любовь действует на человека, как кокаин. Любовь влияет на мозг так же, как и доза кокаина. Вызывая аналогичное чувство эйфории. Ученые доказали, что когда человек влюблен, то его организм вырабатывает несколько химических веществ, которые усиливают деятельность 12 областей мозга, в то же время заставляя нас испытывать эйфорию. Объятие действует на организм, как естественное болеутоляющее. Так называемый гормон любви окситоцин, который вырабатывает мозг, женские яичники и мужские яички, во время объятий вовлечен в процесс зарождения сильной привязанности. Доказано, что доза окситоцина ослабляет, а иногда даже избавляет от головной боли. Определенно достойна альтернатива болеутоляющим пилюлям. Даже взгляда на фото любимого человека хватает, чтобы облегчить боль. Уже давно известно, что присутствие близкого способствует улучшению самочувствия больного. А иногда хватает просто одного взгляда на фотографию любимого человека, чтобы притупить боль. Эксперимент, проведенный среди тех, кто испытывал физическую боль, показал, тем больным, кто смотрел на фотографии близких и любимых людей, а также участвовал в игре, в слова, становилось гораздо легче, нежели тем, кто просто играл в игру. У людей с одинаковой степенью привлекательности больше шансов сохранить свои отношения на долгие годы. Так называемый феномен «ровни» означает, что мужчина и женщина стремятся выбирать себе в партнеры того, кто является им ровней, то есть схож по внешним данным. Даже если один из партнеров мне менее привлекателен, он компенсирует это другим социально желаемым качествам. Пары, которые слишком похожи друг на друга, имеют меньше шансов на долгие и крепкие отношения. Как гласит известная поговорка, противоположности притягиваются. Ученые доказали, что отчасти это верно. Слишком похожие друг на друга или слишком разные партнеры, как правило, расстаются. Конечно, в чем-то любящие люди должны быть похожи, однако в то же время существуют вещи, которым мы должны учиться друг у друга. Разбитое сердце – это не просто метафора. Получены доказательства того, что такие стрессовые события, как расставание, развод, потеря любимого человека, предательство или даже нахождение от любимого на расстоянии, могут стать причиной боли в области сердца. Данное состояние получило название «синдром разбитого сердца». Глубокие эмоциональные переживания приводят в действие определенные химические соединения мозга, которые значительно ослабляют работу сердца, что приводит к сильным болям в груди и затрудненному дыханию. Данным заболеванием чаще страдают женщины, а врачи зачастую путают его с сердечным приступом. Романтическая любовь в конечном итоге заканчивается, но за ней наступает любовь совершенная. Считается, что любовь с годами ослабевает. Ученые подсчитали, что романтическая любовь, которая неразрывно связана с чувством эйфории, зависимости и бабочками в животе, длится всего год. После года отношений начинается так называемая стадия совершенной любви. Такой переход, по мнению ученых, связан с повышением уровня нитетрофинов белка и недавно образовавшихся пар. Симптомы влюбленности схожи с симптомами абиссивно-компульсивного расстройства. Исследования показывают, что люди на стадии зарождения отношений имеют более низкий уровень серотонина, который связан с чувством счастья и благополучия, и более высокий уровень кортизола, связанный со стрессом. Похожий химический состав гормонов наблюдается у людей, страдающих абиссивно-компульсивным расстройством. Это объясняет характерное для влюбленных поведение и присутствие навязчивых мыслей об объекте влюбленности. Эта теория также работает наоборот. Люди с более низким уровнем серотонина влюбляются и вступают в сексуальные отношения быстрее, чем другие. Мысли о любви и сексе влияют на творчество и конкретное мышление. Психологи выяснили, что любое напоминание в объекте обожания влияет на абстрактное творческое мышление, так как это связано с таким отвлеченным аспектами любви, как долгосрочное отношение, сильная привязанность, обязательство и близость. А напоминание о сексе запускает работу конкретного мышления, заставляя человека фокусироваться на сиюминутных деталях, нежели на долгосрочных планах и задачах. Преданность плюс страсть плюс интимность – это совершенная любовь. Согласно трехкомпонентной теории любви психолога Роберта Стернберга существует конкретная формула разных видов любви. Стернберг называет несколько видов любви, формулы которых состоят из чередования трех базовых компонентов. Романтическая любовь – это страсть плюс интимность. Дружеская любовь – это интимность плюс преданность. Придуманная любовь – это страсть плюс преданность. Конечно, самой сильной из всех является совершенная любовь, которая состоит сразу из трех компонентов. Для долгосрочных отношений важнее привлекательные черты лица, а не хорошо сложенное тело. Доказано, когда человек ищет ничем не обременительных отношений и хочет закрутить легкую интрижку, то он в первую очередь обращает внимание на тело потенциального партнера. И наоборот, для тех, кто ищет серьезных отношений, важную роль играет привлекательность черт лица. Держась с любимыми за руки, мы снимаем стресс. Те пары, которые связаны крепкими, гармоническими отношениями, могут с большим успехом успокаивать друг друга в стрессовых ситуациях и даже облегчить физическое страдание, просто держась за руки. Выражая благодарность любимым, мы сами становимся счастливее. Психологи доказали, что когда мы говорим приятные вещи людям, которые действительно нам не безразличны, когда мы искренне их благодарим за что-то, становимся намного счастливее сами. Когда нам кто-то нравится, наши зрачки расширяются, что делает нас более привлекательными. Еще в 1870-х годах Дарвин выдвинул предположение о том, что зрачки могут расширяться, когда человек видит объекты интереса или проявляет повышенное внимание к кому или чему-либо. И это на самом деле правда. Даже когда мы смотрим видео или на фотографию с любимым, наши зрачки становятся шире, а сами мы становимся привлекательнее. Глядя незнакомцу в глаза, можно влюбиться. Говорят, что глаза – это зеркало души. И неудивительно, что просто простого взгляда в них хватает, чтобы влюбиться раз и навсегда. Даже в того, о ком мы ничего не знаем. Учеными было доказано, что организм человека, который смотрит на объект симпатии, вырабатывает химическое вещество под названием фенилэтиламин, соответственно, за безумную любовь. По действию оно похоже на кокаин, поэтому заставляет чувствовать возбуждение, эйфорию и сексуальное желание. Моногамные отношения бывают не только у людей, но и у животных. Человек не единственный в животном мире, кто может хранить верность. Волки, лебеди, гиббоны, черные грифы, альбатросы, кермиты и многие другие животные находят себе пару на всю жизнь. Любовь – единственное, что имеет значение. Исследование, проводимое группой гарвардских ученых на протяжении целых 76 лет, доказало, что на самом деле любовь – это все, что имеет значение в жизни. Жизненный опыт участников эксперимента показал, что счастье и чувство удовлетворения вращаются вокруг одного чувства – чувства любви или поисков этой самой любви. Но что бы ни говорили ученые о любви, сколько бы ни исследовали это чувство, любовь от этого не станет понятной. Поэтому любите и будьте любимы. На себе испытайте это прекрасное чувство. До свидания. Мира и любви вашему дому. И до новых встреч.